Привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Олеся Медведева, и настало время подводить итоги уходящего дня. Как видите, я постепенно становлюсь всё ближе и ближе к вам. В общем, прямо сейчас говорим о том, что произошло на 128-й день войны в Украине. Сегодня очень мало было с украинской стороны опубликовано официальной информации про Алисичанск, где сейчас идёт основной накал боевых действий. Генштаб утром сообщал, что противник пытается взять под контроль участок трассы Бахмут-Лесичанск, но успеха не имел. А губернатор Луганской области Гайдаев, по сути, повторил данные из вчерашних сводок, где шла речь о том, что россияне заняли часть предприятия Лесичанск и НПЗ. Минобороны Российской Федерации утверждают, что завод захвачен полностью, заодно и желатиновый завод к востоку от Волчаяровки, а также территорию закрытой шахты Матровской, вокруг которой в Лесичанске был построен одноимённый посёлок. И, собственно, посёлок Матровский – это уже часть Лесичанска. Его юго-западная окраина. Однако с украинской стороны подтверждений этой информации нет. Что касается желатинового завода, во вчерашней сводке генштаба ВСУ шла речь о том, что была попытка штурма, но она была отбита. Тем не менее, очевидно, что тенденция всё та же. Город пытаются взять в клещи с севера и с юга, перерезав основные коммуникации. Украинский военный эксперт Олег Жданов сегодня заявил, что в Лесичанске есть риск повторения ситуации в Северодонецке, откуда ВСУ пришлось отступать. И, по его словам, такого сценария не удастся избежать. И исправить эту ситуацию, по его мнению, могут только значительные артиллерийские подкрепления и средства контрбатарейной борьбы. На Луганщине ВСУ продолжает активно обстреливать цели в дальнем тылу противника. Сегодня прилетела ракета по нефтебазе в Ровеньках, примерно в 100 километрах от линии фронта со стороны Бахмута. Предполагается, что били точкой У. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступления противника на Покровское. Одновременно российские телеграм-каналы сообщают о том, что ВСУ укрепляют свои позиции к северу от Бахмута и от Солидара и до Северска. Вокруг Солидара также идут боестолкновения, но до штурма еще, скажем, не близко. То есть в случае потери Лисичанска украинские военные, скорее всего, организуют новую линию обороны на линии Северск-Бахмут-Солидар. И будут пытаться не пропустить противника за эту линию на запад. Ближе к Донецку продолжаются бои за трассу Авдеевка-Константиновка. На юге Украины фронт выглядит позиционным, однако обстрелы очень мощные. Десять ракет прилетело по Николаеву. В Одесской области был удар тремя ракетами. Там попало по живой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка. Известно о том, что погиб 21 человек. И в Минобороны Российской Федерации подтвердили удар, но заявили, что ракеты поразили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. В этом контексте все чаще с украинской и западной стороны идут заявления, что россияне стали стрелять старыми ракетами воздушного базирования, которые предназначены для поражения авианосцев и высокоточными не являются. И они по ошибке могут захватить любую крупную цель, которая находится в районе удара. Это может быть торговый центр, а может быть жилой дом. Отсюда и такое большое количество жертв. А для того, чтобы обойти украинские системы ПВО, россияне выпускают сразу много ракет и с нескольких направлений, что неизбежно вызывает большие жертвы среди мирного населения. На западе и в Украине это объясняют исчерпыванием запасов высокоточного оружия в России, что сама Россия не подтверждает и продолжает уверять, что по гражданским объектам никто не бьет. Сегодня продолжилась история еще с якобы личным посланием от Зеленского к Путину. Я напомню, что позавчера в Киев приезжал президент Индонезии, который предложил президенту Украины передать какое-то послание президенту России. А на следующий день президент Индонезии поехал в Москву и заявил, что передал такое послание. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии нашему изданию опроверг факт передачи вообще какого-либо послания. Тем не менее, Россия сегодня подтвердила, что послание получено. Правда, было оно не в письменной, а в устной форме. Так заявил пресс-секретарь Кремля Песков. То есть получается, что президент Индонезии и Кремль подтверждают послание, а Киев нет. Но в любом случае понятно, что до каких-либо серьезных переговоров касательно войны и мира странам Украины и России еще очень далеко. Тем более, что на захваченных Россией украинских территориях процессы интеграции этих территорий в Российскую Федерацию только ускоряются. Российское издание РБК со ссылкой на свои источники пишет, что ВЛДНР уже готовится, начинает готовиться к референдуму по присоединению к России. По данным издания, дата референдума будет зависеть от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в Луганске открыли первый пункт выдачи российских паспортов. То есть их будут выдавать уже прямо на местах на территории Российской Федерации, ездить не нужно будет. А в Херсоне сегодняшнего дня начали выдавать пенсии в рублях. Местные паблики публикуют фото и видео очередей за деньгами. А в Харьковскую область сегодня приехал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, который курирует по политической линии захваченные украинские территории. То есть, по всей видимости, все эти захваченные территории готовят к присоединению к России, что уже вызвало довольно тревожные комментарии на Западе. Относительно того, что попытка отбить эти территории назад, отвоевать, может натолкнуться на ядерный ответ Москвы в случае присоединения этих территорий. Далее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который уже успел угодить на сайт Миротворец за то, что высказал идею о возможных уступках России, озвучил три сценария развития ситуации в Украине. Первый. Если российские войска останутся на текущих позициях, то они получат 20% Украины и большую часть Донбасса. Основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земель вдоль Черного моря. По его мнению, это будет означать победу России. А роль НАТО, по его мнению, будет не столь решающей, как раньше. Второй сценарий звучит примерно так. Если Россию попытаются выгнать с тех территорий, которые она получила еще до начала полумасштабного вторжения в Украину, в том числе и из Крыма, то, по мнению Киссинджера, станет вопрос войны с самой Россией. Ну и третий сценарий. Если Украина сможет удержать Россию от каких-либо военных завоеваний и линию фронта отодвинут государственным границам по состоянию на 24 февраля, то это будет означать поражение Российской Федерации, проигрыш. В этом случае, по мнению Киссинджера, Украина будет перевооружена и тесно связана с НАТО. Либо вообще станет частью Альянса, а все остальные вопросы решат путем переговоров. Вот так считает Киссинджер. Но дело в том, что политик не уточнил, какой из сценариев он считает наиболее вероятным. Он считает, что Зеленский пытается идти по третьему сценарию. Также сегодня стало известно, что Северный поток с 11 по 21 июля будет остановлен в связи с плановым техобслуживанием. То есть газа в Европе станет еще меньше, учитывая, что Россия и так сократила поставки газа по этой трубе. Поэтому в июне страны ЕС впервые в истории импортировали больше жиженного газа из Соединенных Штатов Америки, чем трубопроводного из России. Об этом сообщил глава Международного энергетического агентства. В твиттер он написал, что недавнее резкое сокращение России поставок природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России. Также он добавил, что падение российского предложения требует усилий по снижению спроса в странах ЕС, чтобы подготовиться к грядущей суровой зиме. Как именно снижается этот спрос уже, к примеру, показывают немецкие СМИ. В Германии производители птицы предупреждают, что из-за возможной нехватки газа могут возникнуть сложности с поставками мяса и яиц. И в последнее время таких новостей все больше. То есть получается, что немецкая промышленность, даже при условиях закупки жиженого газа из США, будет все равно нести серьезные убытки. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы, чтобы ничего не пропустить. Это страна Юэ и ясно-понятно в Ютубе. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Политика страны». Совсем скоро снова с вами увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok